Здорово, шашечная братва! В начале октября на сайте Камблер состоялся очередной турнир мастеров. В финале данного соревнования встретились два титана. Гроссмейстер Евгений Кондраченко из Белоруссии и гроссмейстер сейчас уже Роман Щукин из Санкт-Петербурга. В первых двух партиях соперники перебились, то есть выиграли по очереди друг друга. В третьей и в четвертой партиях Роману Щукину для победы в турнире нужна была только победа. То есть его не устраивал ничейный исход поединка. Гроссмейстер Евгений Кондраченко наоборот устраивала ничья, но в партиях он все-таки пытался победить. Хочу отметить, друзья, то есть он мог в принципе, так скажем, упрощать положение, но он стремился к полнокровной борьбе. Вот за это респект Евгению. Как закончился матч, пока не буду говорить, пусть это останется, так скажем, загадкой до конца этого видео. Партии получились интересные, поэтому предлагаю смотреть вам их до конца. В третьей и четвертой партиях данного матча соперникам выпала следующая жеребьевка дебюта летающая шашка. Белая шашка Ж3 летит на Ж5, черная шашка А6 летит на А5. Ну, первый ход белых единственный, Ж6. Лучшее продолжение теперь за черных БЦ5. Именно так сыграли оба соперника, когда играли данный матч. Ну, ход ФЕ5 уже хуже, потому что белые играют ЕДА4, приходится закрываться. И, допустим, на ход ХЖ3 вот здесь уже надо меняться за черных. Белые снова размениваются. И белые фиксируют свое преимущество либо ходом ФЕ3, либо вот таким разменом АБ4. Ну, ход ФЕ3, кроме того, еще таит в себе небольшую ловушку. То есть, ход ДЦ5 невозможен из-за такой комбинации АЖ7, ЕДА4. Белые сурбают три шашки, проходят дамки и легко выигрывают. Если же в этой позиции черные не меняются, а играют ДЦ5, то тут уже практически позиция проигранная получается. Белые закрываются. ФЕ3 надо играть СД6. Белые играют ЖС4. Ну, и после хода БЦ7 белые проводят вот такой размен двойной. И угроза проведения комбинации с выигрышем белых становится неотвратимой. На любой ход, ну, допустим, ФЕ7, белые жертвуют шашку. И затем проводят финальный удар с победой. Поэтому ход ФЕ5 я бы не рекомендовал делать за черных. То есть, в этой позиции сильнейшее продолжение БЦ5. Так. В этой позиции оба соперника, когда играли белыми, разменивались СБ4. Но сильнейший ход здесь АЖ3. Мы его рассмотрим в конце. Ну, давайте рассмотрим первую партию. Евгений, игравший белыми, разменялся СБ4. Ну, черные выходят в центр, ФЕ5. Грозят пожертвовать шашку и напасть. Вот таким разменом получить преимущество. Поэтому белые играют АЖ3. Черные продолжают развивать свой левый фланг. Белые играют ЖС4. Здесь Роман Щукин сыграл СБ6. Сильнейший ход. Ну, как видите, уже ждать становится опасным. Во второй партии Роман Щукин, уже игравший белыми, сыграл БА5. А в первой партии Евгений сыграл ФЖ3. Ну, в принципе, оба хода, так скажем, равные. Роман Щукин, игравший черными в первой партии, напал. И Евгений закрылся. В принципе, можно было и ЖС4 сыграть. То есть, разменяться. Вот таким образом. АБ2. Ну, и позиция абсолютно равная. Но игра упрощалась. Напомню вам, что Евгений все-таки стремился к полноценной борьбе. То есть, пытался обострить. Несмотря на то, что его устраивала ничья. В этой позиции, в принципе, был возможен ход ИАБ6. Но Роман Щукин сыграл БЦ7. Евгений меняется назад. Роман выжидает. АЖ7. И Евгений играет ФЖ3. Теперь черные играют ФЕ5. И Евгений Кондорченко уходит на фланг. В этой позиции Роман Щукин пожертвовал шашку. Ну, можно, в принципе, было и СБ6 сыграть. С интересной игрой. То есть, этот ход был тоже, в принципе, неплохой. Теперь белые могли сыграть СД2. Ну, и лучше всего черным здесь размениваться. Вот таким образом. И сыграть ДЦ7. Теперь у белых ход ДЕ3 плох. Из-за того, что черные пожертвуют шашку и нападут. Ну, и позиция белых будет очень плохая. То есть, ФЕ3 невозможен. Остается единственный ход ЖФ2. После ЖФ2 уже черным надо быть осторожными. Ходы АБ6 и ЖФ6 очень плохие. Потому что белые сыграют ДЕ3 и проходят окружение. Но здесь есть хороший ход за черных ЕД4. Так. 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 Белым надо нападать на шашку черных. Черные жертвуют шашку. И тут же ее отыгрывают. Ну, и, возможно, следующее течение партии. Допустим, ЕФ2. Побили. ДЦ5. Ну, здесь можно и ЦБ6 сыграть. Ну, ЕФ6, наверное, понадежнее. БА5. ФЕ7. АБ4. ЦД6. АБ6. Ну, и здесь черные могут провести вот такую небольшую комбинацию. Отдали одну шашку. Еще две. Побили на А3. Ну, и здесь партия быстро могла закончиться ничьей. Поставили дамку на Ц1. Надо отходить. Теперь ставим дамку на А3. Ну, надо играть на Ф8, потому что иначе черные займут большую дорогу нападением на поле Б2. Поэтому на А8. Ну, тогда черные нападают на шашку Ф2. И партия закончилась бы в ничью. В этой позиции мы разобрали ход ЦБ6. Но в партии Роман пожертвовал шашку временно. И напал на две шашки белых. Здесь Евгений благоразумно, ой, прошу прощения, разменялся вот таким образом именно. То есть, такой размен уже давал преимущество черным. А вот после такого размена позиция остается равной. Ну, лучше двойной размен проводить, потому что если бить сразу же на Д4, белые играют ЦБ2. Затем будут как-то подвязывать центр черных. Ну, или предварительно сыграют ЖФ2. Ну, и позиция черных будет хуже, естественно. Поэтому Роман провел двойной размен. И Евгений здесь сыграл ЦБ2. Ну, скажу сразу же, можно было, в принципе, и АБ2 сыграть. АБ2, наверное, посильнее ход был. Ну, и, возможно, следующее течение партии АБ6, ЖФ2, БЦ5. Напали, разменялись. ЦД2. Да и Е7 здесь уже плохо играть из-за АЖ5. Поэтому лучше всего сыграть ЖФ6. Теперь белые нападают, надо закрываться. И белые играют АЖ5. Теперь черные могут подкрутить позицию, сыграть ФЕ7. Поставить, ну, в принципе, несложную ловушку. То есть, тут надо играть ФЖ3. А вот ход ЖФ6 уже, как ни странно, проигрывает. Черные бьют именно на Ж5. Ну, после такого размена играют ДЕ7. Белые бьют. Черные попадают в дамки и легко выигрывают эту позицию. То есть, в этой позиции после хода ФЕ7 лучше всего белым сыграть ФЖ3. Теперь черные играют ЕФ4. Белые бьют Ц на Е5. Черные на АЖ2. Ну, и после хода ЕФ6 возникает интересное окончание. Ну, такое обоюдоострое. Обоюдоострое, в принципе, равное возможности. И за белых, и за черных здесь, в принципе, равная игра. То есть, в этой позиции мы выяснили, можно, в принципе, было и АБ2 сыграть. Ну, Евгений предпочел сыграть СБ2. Роман играет АБ6. Евгений играет ЖФ2. БЦ5. БА3. ЖФ6. И Евгений здесь разменялся вперед. ФЕ5. ДЕ3. ЕД6. Евгений разменивается назад. Ну, и у черных тут есть небольшое преимущество. ДЕ7. ЕД2. Роман разменялся. Евгений играет ФЕ3. И Роман сыграл здесь ЕД6. Черные поставили такую позиционную ловушку. Евгений здесь правильно сыграл ЕФ4. А вот ход ЕД4 уже проигрывал. Почему? Черные играют БА3. Белым надо играть ДЕ3. Черные размениваются. Вроде бы простая позиция кажется. Но на самом деле тут ничьей у белых нет. Надо играть ЕФ4. Ну, ЕД4, естественно, нельзя из-за позиции ЕД4, ЕД6. Теперь, если ФЖ5 играть, то черные играют ФЕ5. Легко выигрывают. А если играть СД4, тогда черные играют АБ2. Если же белые просто нападают, то черные отходят. Надо играть ЕФ6. И черные ставят дамку именно на поле С1. То есть, не давая хода ФЖ7. Теперь белым приходится жертвовать шашку. Затем вторую. Белые идут в дамки. Но выясняется, что их позиция проиграна. То есть, сюда не поставишь. Ну и здесь дамка также ловится. Белые проигрывают. Евгений Кондорченко, конечно же, знает эту позицию. Гроссмейстер. Поэтому он четко уравнивает эту партию. ЕФ4 сыграл Евгений. Черные играют БА3. Белые играют ДЕ3. Черные играют БЦ5. Ну и тут последовала красивая жертва. Белые отдают шашку. И выясняется, что позиция стала ничейной. Еще последовало ФЕ7, ФЕ5. Черные пожертвовали шашку. Ну и обе стороны проходят дамки. Партия закончилась ничьей. Перед последней партией напряжение достигло предела. Роману Щукину нужна только победа. Роман играет белыми. ЖХ6. БЦ5. СБ4. ФЕ5. ХЖ3. Здесь Евгений уже сыграл по-другому. Сыграл СБ6. Роман нападает. Выбивает важную шашку Д6. Черные играют ЖХ6. И после размена Роман Щукин играет ЕД2. Черные выжидают АЖ7. Белые также ждут. То есть не давая хода БЦ3, потому что черные разменяются с преимуществом. Черные также ждут БЦ7. Ну и здесь белые делают ход ЖХ2. Вроде бы кажется несуразный ход какой-то. Белые ослабляют дамочное поле. Уводят шашку на поле Х2. То есть шашка Х2 становится отсталой. Но на самом деле это сильный выжидательный ход. Белые. То есть черные вынуждены играть БА5. И после БЦ3 здесь Евгений ошибся. Ничья была после хода ЦБ6. Ну и здесь белые могли сыграть либо ЦБ2, либо АБ2. Здесь уже в принципе возникали ничейные варианты. Здесь черные в принципе могут и пожертвовать шашку. А затем сыграть ФЕ5. Ну допустим после АЖ3 уже черные проводят комбинацию. Так. Затем так. Побили. 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 И черные бьют на поле А1. Но позиция конечно черных не очень приятная. Потому что у белых все таки две лишние шашки за дамку. Поэтому такую комбинацию я не рекомендовал проводить. Более логичный другой ход. В этой позиции лучше не жертвовать шашку. Лучше играть ЦБ4. Теперь белым лучше всего напасть. Черные закрываются. Белые играют ФЖ3. Ну и черным надо размениваться. Лучше всего белым побить на Ц5. Ну и в принципе черные могут и на Б6 побить. Но могут и на Б2 побить. Ну и здесь интересная игра получается. Нападаем. Надо отходить. Побили. И теперь белые связывают левый фланг черных. Теперь черные играют БЦ5. Белым надо отвечать ДЕ3. Черные играют АБ4. И белые отдают шашку. Черные играют ЕД2. Белые подрывают связанный фланг черных. И возникает ничейное окончание. Черные играют. Ставят дамку на Ц1. Надо ставить дамку на Ф6. Белые грозят поймать черных. Но черные занимают большую дорогу. И тут белым надо аккуратно играть. Нападаем на шашку. Черные отдают шашку. И пытаются провести все три шашки в дамке. Но у них это не получается. Можно сыграть же Ф4. Ну и, допустим, на любой ход. Сюда не пойдешь, естественно. Потому что белые будут сыграть АЖ5. Будут грозить поймать черных. Ну, допустим, на ДЕ4. Тогда играем на А5. Такого хода уже нет. То есть приходится снова уходить. Тогда играем АЖ5. Ну и партия заканчивается ничьей. Друзья, мы выяснили. После ЦБ6, АБ2, ЦБ4 ничья была возможна. Ну, Евгений в этой позиции ошибся. Разменялся в центр. И Роман красиво выигрывает решающую партию комбинации. Белая игра ЦБ2. Какие-то шансы на спасение еще были после АБ6. Компьютер показывает, что можно достичь ничью. Но там уже из области фантастики. Конечно, там надо будет сделать около десятка единственных ходов за черных. Поэтому в расчет, конечно, я этот ход не беру. Черные сыграли ЦБ6. Белые нападают. ДЦ3 подготавливают комбинацию. Надо закрываться. И Роман проводит красивую комбинацию. ЦБ4, ФЖ3. И загребущими руками белая снимает четыре шашки соперника. Евгений еще поставил дамку на поле Е1. Ну и после нападения дамки с поля Б6 Евгений тут сдался. Очень красивая партия. Интересная. Кстати, хочу отдельно выразить уважение Евгению Кондраченко за то, что он все-таки, несмотря на то, что его устраивала ничья, сознательно шел на борьбу. Обострял каждую партию. Хоть и проиграл, но это достойно уважения, друзья. Ну и напоследок, друзья, давайте рассмотрим все-таки сильнейший вариант в этой позиции, который остался, так скажем, за кадром. В этой позиции лучше не меняться, а играть именно А с Ж3. Ну и теперь черным лучше всего меняться на поле Б4. Белые нападают. Ну, СД6 размениваться бессмысленно. То есть, видите, хоть у белых и переразвитие, но у них на большой дороге осталось лишь две шашки, а у черных три. То есть, белые будут размениваться назад, получать запасные темпы и, конечно, позиция их будет более предпочтительна. То есть, после нападения лучше, наверное, все-таки разменяться с двойным разменом. Ну и опять-таки, позиция белых лучше. Возможно, дальнейшее течение партии. Допустим, АБ6 черные выжидают, белые также выжидают. Ну и после хода БЦ5 здесь белые нападают. ЕД6 разменялись назад. ДЦ3. Ну и, как видите, позиция черных опять хуже. То есть, вроде бы у белых переразвитие, но у черных настолько застряла шашка на А8, плюс отсутствует шашка на Е7. Преимущество белых здесь видно невооруженным глазом. Если же черные в этой позиции не меняются, допустим, выжидают. Ну и белые тогда тоже выжидают, играют Ж4. Если теперь черные продолжают выжидать, не размениваются, тогда белые резким ходом ЕД4 получают практически выигранное положение. То есть, надо меняться. Ну, ДЕ5 ход плох, потому что белые сыграют ДЕ3, ну и тут положение черных совсем будет плохое. То есть, как играть? Ну, БЦ5 нельзя, естественно. Потому что белые ходом СД4 выиграют шашку, поэтому приходится играть СД6, тогда играем СД2. Ну, снова хода ДЦ5 нет из-за СБ4, приходится меняться назад. Теперь белые играют АБ4, ну и у черных практически не остается ходов. АБ6 уже проигрывает из-за простого Б5, ходить некуда. Поэтому приходится играть СБ6, белые нападают, ну и здесь у черных все очень плохо. То есть, если играют БЦ5, мы размениваемся, играем ДЦ3. Ну и теперь, допустим, прошу прощения, не размениваются. То есть, в этой позиции сперва нападаем, ну и как бы черные не играли, все равно у них здесь плохо. Если с двойным разменом черные меняются, тогда мы играем ДЕ3, допустим, ЕД4, тогда БЦ3. Ну, сюда если бить, тогда надо уже играть ФЕ5. Ну, можно здесь разменяться, допустим, играют ЕД6, белые размениваются, надо играть ДЦ7, иначе белые пройдут дамки. Белые размениваются назад, ну и это положение выигранное. То есть, допустим, СД6, ну может СБ4 даже сыграть, допустим, ЖФ6, ДЕ3, ФЕ5, ДЕ3, АЖ7, ЖФ6, ФЖ3, ФЕ7, ну и ЖФ4. Все, как говорится, сушите весла. Если в этой позиции черные не двойной размен, правой это одинарный, тогда играем ДЦ3, грозим сыграть СД4, надо размениваться. Играть ДЦ7, комбинация здесь не выигрывает, не надо торопиться. Белые спокойно размениваются в центре. ЕД6, ну и снова мы размениваемся назад, то есть опять побеждаем за счет отсталой шашки H8. Допустим, ФЕ5, ЖФ2, ну и тут уже все очевидно. Если ЖФ6 как-то или СД6, просто ФЕ3, а на ЕФ4 нападаем, АЖ5, ну и позиция снова легко выиграна. Ну и последний вариант на сегодня. Если в этой позиции черные не играют ДЕ5, похоже ДЕ5 уже проигрывает, надо меняться, то белые все равно владеют большим преимуществом. Белые разбивают, правый фланг черных и играют ЖФ2 именно. Теперь на ход ФЕ5 может сыграть ФЕ3. Ну и допустим, давайте рассмотрим естественное продолжение. ДЦ5 допустим, черные укрепляют свой фланг, играем ДЦ3. Белые грозят сыграть СБ2, затем СД4 и, ой, СБ4 и выиграть эту позицию. Поэтому черным надо уже как-то, извините, извращаться. Они играют ЕД6. Ой, ЕФ6. Белые размениваются назад. Снова грозят сыграть СБ2. Ну и легко выиграть партию. Теперь черные играют ДЕ5. Ой, ФЕ5. Белые играют СД2. Грозят выиграть две шашки. Ну, надо нападать. Теперь белые играют ДЕ3. Ну и снова эта позиция выиграна за счет того, что у черных отсталая шашка H8. То есть, вот эти три шашки постоянно становятся причиной поражения черных во многих вариантах. Друзья, я проделал очень большую работу. В общей сложности партии разбирал около трех часов. Плюс около полутора часов записывал данное видео. Поэтому прошу оценить мое творчество лайком, подпиской. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы, если что-либо не ясно. Напишу интересующие вас комментарии. До свидания.